Во время блокады выживать приходилось всем. И тем, кто находился в городе, и тем, кто этот город освобождал. В Славянском районе сейчас проживают пять ветеранов, свидетелей событий того времени. Одна из них – Ольга Васильевна Степченкова. Вот что она вспоминает о блокадном Ленинграде. 70 лет прошло. Целая жизнь, говорит ветеран Великой Отечественной войны Ольга Васильевна Степченкова. За это время многое стерлось из памяти. Страшные картины военных действий, людских смертей, Повестку на фронт она получила в 1942-м, когда ей было всего 17 лет. Ольгу Васильевну направили в Ленинград. Служила в 176-м отдельном инженерном батальоне. Были саперами-минерами, вспоминает ветеран. Мы работали, выполняли задания, а не то, что мы что-то там такое... Выполняли задания, какое нам дают. Солдаты сказали, мы вот это выполняем задания. Мы, например, где-то мы или минировали, разминировали. Было опасно и страшно. Целый город оказался заблокирован. А Ольга Васильевна и её боевые товарищи выполняли задания командиров. Рыли траншеи, рискуя своей жизнью. Кого-то ещё успели эвакуировать из Ленинграда, рассказывает женщина. Людей эвакуировали уже в 42-й год. Вот в 42-м году уже у нас дома, я даже ещё не уехала, к нам поселили пять человек ленинградцев. Двое стариков, муж и жена, их дочь и двое детей. Вот это они жили, пока блокада была. А потом уже они уехали обратно. Я уже их не встречала. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, дорога жизни, по которому доставлялась в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года. Однако до её полного снятия, 27 января 1944, ленинградцам пришлось ждать ещё целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Субтитры создавал DimaTorzok